Вопросы о соцгруппе рейтинг Вопросы о соцгруппе рейтинг Вопросы о соцгруппе рейтинг Я думаю, что он сильно присутствует в нашем обществе, такой комплекс боязни нового Майдана и новой революции. Психологически это понятно, это тоже травма. Травма 2014 года. Потому что хотели быстрого улучшения жизни, а в итоге конфликт с Россией, война, экономический кризис, падение уровня жизни. Поэтому большинство людей боятся, как бы не вышло хуже. Но вопрос, за что погибли люди ключевой. И это тоже. Нет, так вот оно все вместе, эклектично очень, как бы разнородные вещи. Но оно все вместе в таком винегрете, очень неоднозначном, эмоционально-психологическом складывается. Поэтому большинство, опять-таки, как от политики, так тем более от протестов. Людей пугает агрессия политиков некоторых. Они отчуждаются, они не хотят это поддерживать. А есть люди, которые хотят новой революции. Это меньшинство, но оно очень активно. Но революция, с другой стороны, всегда делает меньшинство. Совершенно верно, но революции бывают успешными, когда это меньшинство поддерживается тоже достаточно большими массами. Как было в 2004 году или в 2013 году. Вот сейчас такой поддержки нет. Поэтому ситуация зависает. Она такая патовая. И революционное меньшинство не может добиться победы, не может реализовать свои цели, потому что недостаточно внешней поддержки. 10-15 тысяч на акции это хорошо, но нужно, чтобы было 100 тысяч и больше. Об этом и сам Саакашвили говорит. А этих 100 тысяч пока нет. Может появится, кто его знает. Но они могут появиться, на мой взгляд, только если власти будут делать какие-то очень грубые ошибки, либо очень непопулярные решения. Думаю, что все-таки они будут избегать таких действий. Но все равно ситуация для них очень сложная, очень непростая. И они не могут тоже победить эти протестные настроения. Своих оппонентов, воинствующие оппозиции, они тоже победить не могут. И они уже поняли, что как только они начинают применять какие-то жесткие действия против них, протестное движение расширяется. И вот отсюда такая патовая ситуация. Ни мира, ни войны. Ни революция, ни контрреволюция. Вот такое некое зависание. Выборы могут разрешить это, но до выборов еще почти полтора года. Уже чуть меньше, но все-таки больше года. Досрочных не будет? Ну, я же говорю, что досрочные выборы могут быть только в случае масштабного политического кризиса. Риск такого кризиса может быть, если что-то случится, или вдруг какой-то винтик в этих эмоционально-психологических настроениях сломается и взорвется ситуация. Тогда да, в первой половине года, если что-то случится, тогда да. А с конца года уже будет работать логика президентских выборов. И те, кто хочет поменять власть, они будут пытаться это сделать через процедуру выборов. Поэтому нынешняя эмоционально-психологическая ситуация, она очень противоречива. И каким последствиям она приведет, либо это будет взрыв, некие, извините за эту аналогию, преждевременные роды. Либо все-таки мы дотянем до плановой смены власти и вопрос, что получим тогда. Потому что тоже, я вам скажу, тема немножко, это скорее 19-й год, но там тоже, как будут между собой сочетаться результаты президентских и парламентских выборов. Что мы получим в новом парламенте, который, скорее всего, будет очень разнородным, и слепить там действенную коалицию будет крайне сложно. Потом, кстати, вот в будущем году, тут тоже интересная интрига, которая возможна, это интрига вокруг возможной конституционной реформы. То есть ослабление или усиление роли президента? Ну, это главная линия, главная тема, которая может обсуждаться, и она уже заявлена Народным фронтом. Это такая фишка, и ценюка, и Народного фронта, сделать из Украины парламентскую республику. Но я почему говорю о том, что это может быть интригой, одной из интриг будущего года, потому что у нас традиционно предвыборные годы, не годы выборов, а именно предвыборные годы, это годы обострения, я бы сказал, конституционной лихорадки. Да, это уж точно. Потому что, я напомню, 2003 год, даже не менее, это еще Кучма, когда вот впервые был поставлен вопрос о переходе к парламентской президентской республике. Это даже началось еще в конце 2002 года, а в 2003 году пытались несколько раз ее провести через парламент, но не очень удачно. И в итоге, только уже в 2004 году, во время Майдана и Оранжевой революции, эта проблема разрешилась. Но тогда, 2003 год был именно годом активных дискуссий и попыток провести конституционную реформу. Дальше, при Ющенко, 2009 год. Там и конституционный проект самого Ющенко, и попытка создать некую ширку, или вот это конституционные изменения, переговоры Тимошенко и Януковича, которые завершились ничем, потому что Янукович решил, что он сам может выиграть выборы, пошел самостоятельно. Но попытка была. И тогда конституционная дискуссия тоже очень активно шла. Поэтому и сейчас. 2014 год, там совсем другое было. 2013-2014 год, там была логика этих революционных изменений. И выборы планировались на 2015 год, а произошли раньше. И вот сейчас я не исключаю, что в зависимости от той или иной ситуации может быть выплеск вот этой горячки конституционной именно в предвыборный год. Ну, как минимум, локальные темы будут рассматриваться, в частности, тема депутатской неприкосновенности. Но это скорее локальные изменения. Но, тем не менее, я не исключаю. Либо Народный фронт, а может быть и более широкий круг политических сил, могут попытаться в очередной раз перекроить нашу политическую систему. Такой вариант тоже возможен. Так что, видите, сколько таких пассианцев, возможных тенденций, которые из нынешнего года могут перейти в будущий год и по-новому раскрыться. С учетом именно смены логики. Потому что в будущем году она произойдет. От логики политических конфликтов между властью и оппозицией произойдет постепенное переключение на логику уже выборного процесса, на будущих выборов. Субтитры создавал DimaTorzok